Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать в Школу Эмоционального Интеллекта и Психотерапии. Мы сегодня с вами разбираем кейсы реальных людей, которые выйдут с нами в прямой эфир. Очень скоро мы приступим к выбору нашего сегодняшнего героя. Прежде сначала хотел бы, пока все собираются, поговорить с вами о тревожности и о том, что, возможно, последние дни, может быть, даже только сегодня, у людей поднимается все больше тревожности. В целом, я уже говорил в своем телеграм-канале о том, что тревожность будет подниматься, депрессивность будет увеличиваться. Связано это прежде всего с определенными нейрофизиологическими процессами. Прежде всего, это инстинкт самосохранения. И во вторую очередь, это такой очень интересный механизм головного мозга, который привык жить в определенном постоянстве. И это то, что мы можем назвать зоной комфорта в какой-то степени. То есть, это определенная зона, в которой мы привыкли как-то функционировать. И когда происходят какие-то техногенные, эпидемиологические нововведения, первое время это всегда вызывает очень большое напряжение, вплоть до паники. Но есть позитивная новость. Ко всем этим изменениям, ко всем этим нововведениям, головной мозг адаптируется. И то, что вы можете вспомнить, например, первые коронавирусные ограничения, когда всех посадили по домам, непонятно, что будет и как. Люди болеют, умирают, катастрофа, потеря работы и работа из дома. У всех была очень высокая тревожность, вплоть до прям нервных таких срывов. Но прошло пару-тройку месяцев, и люди адаптировались. И уже второй локдаун, даже радовались. К чему я это говорю? Мы сегодня будем разбирать кейс тревожно-депрессивного, скорее всего, какого-нибудь синдрома. Но прежде всего я бы хотел, чтобы вы поняли, что нельзя дать вам какое-то одно упражнение. Сейчас наверняка всякие инстоп... Я обещал не материться. Нельзя больше так активно, так сказать. Всякие инстаразводчики начнут вам продавать всякие секретные упражнения. Как справиться со стрессом прямо сейчас. Ресурс, вернуться в ресурс. Вот эту всю шляпу начнут вам втирать из всех инстаграм-котелков. Потому что сейчас только ленивый блогер не попытается научить вас, скажем так, ресурсности. На самом деле нет никаких упражнений, которые бы научили вас сиюминутно быть стрессоустойчивыми. Для того, чтобы развить стрессоустойчивость, нужно планомерно тренировать определенные навыки. Нужно планомерно, день за днем, готовить себя к определенным нестандартным ситуациям. Развивая внутреннюю философию, развивая внутреннюю опору. И когда вы, вот мы на сезоне об этом говорили, да, когда у вас есть на что опираться, это и есть эмоциональный интеллект, тогда все, что происходит во внешнем мире, гораздо проще амортизируется, да, потому что вы опираетесь на уже заранее понятные постулаты, опираетесь на заранее понятные философские и когнитивно-поведенческие концепции. И вы отработали уже тот самый навык, где вы не срываетесь в первичный такой автоматизм, потому что большинство людей по-прежнему имеют очень специфическую нервную систему в виде такой одной вытянутой извилины, где они не успевают понять, что они находятся в состоянии высокой тревоги и паники. Сегодня с утра первая реакция всех была, значит, катастрофа, и люди там бегали и так далее. Ближе к обеду все устаканилось, и уже ближе к вечеру, завтрашнему дню, наверняка будет все немножко по-другому. Я не к тому, что это все фигня, это все мелочи, вовсе нет, это не фигня и не мелочи. Наша страна и многие страны проходят через очень такой непростой исторический период, да, очень турбулентный период. И чтобы научиться вывозить все эти перемены, научиться вывозить неопределенность и вывозить то, чем мы не можем управлять, это всегда история про системную работу над собой. Вот кто-то пишет, надо бегать утром совершенно, я согласен с этим и поддерживаю. Я вот выступал недавно в Ленинской библиотеке на съезде педагогов, мы там тоже об этом говорили. Действительно, утренние пробежки очень хорошо разгружают центральную нервную систему и дают вам возможность переключиться. Но я думаю, что это ни для кого не новость. Поэтому мораль в себе башни какова? Нет упражнения, которые сию минут на вас переключат. Нужно системно и регулярно заниматься своей стрессоустойчивостью и эмоциональный интеллект, воспитывая в себе правила без всяких автоматических реакций, не поддаваясь вот этому первичному импульсу, не поддаваясь этой панике, опираться на свои внутренние постулаты, которые отрабатываются в течение нескольких недель. Это очень-очень-очень важно. Понятно? Если разобьете в себе привычку, бегать по утрам вообще идеально. Попросили прокомментировать меня по поводу препаратов, значит, транквилизаторов, антидепрессантов. Скажу вам так. Транквилизаторы являются единственным доказанным таким сиюминутным экспресс-методом помощи при тревожности. Действительно, именно транквилизаторы – это первая линия терапии. Но есть один нюанс. Во-первых, долго принимать транквилизаторы нельзя, потому что они слишком сильно растормаживают центральную нервную систему, и люди, которые длительное время сидят на антидепрессантов, на именно транквилизаторах, становятся просто дебилами. У меня был человек, который 20 лет сидел на ГДЗ-ПАМе с Украины. ГДЗ-ПАМ – это украинский бренд. Это бывший Финозепам. И я вам могу так сказать. Человек, который 20 лет принимает ГДЗ-ПАМ, вы его увидите издалека, понимаете? Потому что очень туго работает соображалка. Поэтому первое – да, транквилизаторы убирают тревогу, но длительное время их принимать нельзя, и они назначаются очень коротким курсом, либо под прикрытие какого-то антидепрессанта, либо ситуативно. Но есть вторая проблема. Если вы будете принимать транквилизаторы ситуативно, они будут убирать у вас ситуативную тревогу, но они не будут купировать причину этой тревоги. И вы, скорее всего, будете принимать дальше транквилизатор, тем самым убьёте свой головной мозг напрочь. Соответственно, где-то несколько дней или ситуативно принимает транквилизатор. Обычно это либо первые несколько дней приёма селективных ингибиторов, обратно захват сиротанина, которые могут вызывать первые дни тревожности. Они прикрываются небольшими дозами транквилизаторов. Это буквально первые 5-7 дней. Но в целом транквилизаторы пьются примерно неделю-дней 12 максимум. Дальше могут возникнуть проблемы. И третье. К ним возникает привыкание. И привыкание чисто рефлексорное. Тревога, таблетка, легче. Тревога, таблетка, легче. Очень быстро развивает этот физиологический механизм. И затем, когда вы будете испытывать тревогу, вы подтянетесь за таблеткой. Таким образом, вы просто сядете на транквилизатор. И ваша личность будет совсем деградировать. Потому что вы будете зависимы от препарата. Вы будете чувствовать свою неуверенность. При отсутствии препарата рядом у вас начнётся паника. И вы попадёте в очень сильный штопор. Такой серьёзной тревожно-депрессивной зависимости даже. Поэтому нужно учиться совладать с тревогой самостоятельно. И нужно уметь работать над тем, как вы эту тревогу создаёте. Но опять же, что этот тезис? Что первый тезис по поводу стрессоустойчивости? Всё развивается исключительно вашей тренировкой. Вот у нас завтра будет с ребятами пятое занятие на сезоне. Там мы, собственно говоря, этим и занимаемся. Ну что же, давайте начинать. Вроде как все присоединились, кто хотел. Здравствуйте. Пишем. Напоминаю, что у нас сегодня разборок кейсов. Все, кто сейчас будут писать свои заявки, даёт своё согласие на публикацию в Инстаграме и в Ютьюбе. Это очень важно. Поехали. Пишем свои заявки. Кто хочет разобрать свой кейс, не могу справиться с... Не получается. Я буду выбирать. В прошлый раз мы говорили, был такой непростой случай. Коротко пишем. Не могу справиться, не получается. Очень плохо тяжело четыре года. Это, ну, для дебилов заявка. Давайте что-нибудь более человечное. Не могу справиться четыре года. С чем ты не можешь справиться? Можно написать одно предложение? Не могу справиться с... Вот. Не могу справиться с деперсонализацией. Не могу понять причину тревоги, неврозы. Не могу дать себе эмоции. Не могу справиться с гипервентиляцией и многими симптомами. Не могу справиться с адаптацией в другой стране. Не могу справиться с тревогой. Вечная тревога за свое здоровье. Так. Ну, вот давайте, знаете, вот такой кейс возьмем. По-моему, эту девушку зовут Ольга. Он обобщает практически все ваши кейсы, которые вы пишете. Девушка пишет. Вечная тревога за свое здоровье. Ольга. Ольга. Нижние подчеркивания. Там единички. Пожалуйста, я даю вам слово. Ольга, вы... Пожалуйста, мы вас ждем и поговорим о том, что у вас там за вечная тревога. Потому что в плюс-минус этот кейс будет очень похож на то, что вы пишете. Туда же гиперконтроль и так далее, конечно же. Так, Ольга, я послал вам приглашение. Пожалуйста, мы вас ждем. Вам нужно принять приглашение и выйти со мной в прямой эфир. Желательно это сделать как можно скорее, или мы будем искать дальше наш кейс. Так, по-моему, Ольга не может к нам присоединиться. И по хондарю хочется послушать. Не могу справиться с хронической усталостью. Ольга не может к нам присоединиться. Давайте последний раз отправляем запрос. И ищем другого человека. А вот еще девушка здесь рядом. Не могу справиться с тревогой. Гоффман. Гоффман. Давайте так вот проще. Давайте тогда вот девушку. Не могу справиться с тревогой. Пожалуйста, давайте тоже попробуем. Вот вам заявка. Не могу справиться с тревогой и ничего больше человек не пишет. Соответственно, давайте разбираться. На самом деле, конечно же, пока ни о чем это не говорит. Ну что же, никто не может присоединиться-то ко мне сегодня. А что толку, что вы пишете, если вы отклоняете мое приглашение в прямой эфир-то? Что вы тогда пишете? Здравствуйте. Привет. Можете, да, побеседовать? Ну, очень хочу. Это прям такой шанс. У меня, конечно, маленький ребенок дома. Но я постараюсь. Но мы постараемся долго вас не задержать. Как вас зовут? Меня зовут Зарина. Зарина. Вы даете свое согласие на то, что наш кейс будет размещен в Инстаграме, в Ютубе? Конечно, да. Надеюсь, что это кому-то поможет. Да. Ну, вы можете не сомневаться, в этом поможет. Завин, сколько вам лет? Мне 34 года. Когда родился ребенок? У меня второй ребенок родился три года назад. А первый? А первый двенадцать. Когда начались ваши жалобы на тревожное состояние? С чего все началось и когда? А, значит, где-то два года назад, два с половиной, это малышке было полгода после рождения, у меня случились панические атаки. Как раз было начало пандемии, все вот это вот закрытое, никуда не выйти, не пойти, и мне как-то вечером стало очень плохо. Плохо уже стало перед сном, значит, у души я проснулась, не понимая, что со мной, побежала к мужу, вот, он как бы меня такой успокаивает, что все в порядке. Короче, у меня начались панические атаки, но что это панические атаки, я не знала. А что это было, как это выглядело? А, значит, я засыпала, все хорошо, и у меня такой резкий прилив, мне стало страшно от того, что мне нечем дышать. Уже как бы вечер, спокойная обстановка, дети спят, и мне становится резко плохо, на ровном месте, ну, больше, наверное, это был страх. Что вы сделали? Значит, я побежала к мужу, конечно, сообщаясь о том, что я тут, по-моему, умираю. Как муж отреагировал? Муж отреагировал достаточно спокойно, то есть он, как бы, конечно, понимал, что что-то со мной не то, и после моих рассказов, описания самочувствия, то есть у меня была такая дереализация, то есть я не понимала, где, что, мне плохо, мне нечем дышать, и в то же время мне ничего не болит, и как-то непонятно. На что мой супруг сказал, может, коньячку? Я, конечно, подумала, что это усугубит мое состояние, я говорю, какое что, нет? Вот, ну, и потом эти ситуации стали происходить все чаще, но я, опять же-таки, повторюсь, я не знала, что это панические атаки. И сходить куда-то к врачу вроде как бы... Как эти состояния продолжились, и как вы из них выходили? И где они были? Состояние вечером дома, в машине, за рулем, мне становилось плохо, я не понимала, скажем так, ну да, мне казалось все нереальным. Я путала слова, имена, я не понимала, если это машина, какую педаль сжать или куда поворачивать, и что значит красный свет светофора. То есть полное какое-то непонимание происходящего. А до рождения второго ребенка что-то похожее было? Когда-то очень давно, да, у меня была такая ситуация, у меня был, значит, первому ребенку было 4 года, и произошла ситуация, похожая на работе, в офисе, мне стало резко плохо. Как мне стало плохо? То есть не плохо, а просто вот я, мне казалось, что я схожу с ума, потому что, опять же-таки, я не понимала, кого как зовут, на вопросы я не могла отвечать. И благо, что у меня была компания, где работали медики, и они там стали мне проверять, просвечивать глаза, зрачки, тыкать в меня вилками, потому что у меня немела вся правая сторона. Вот, вызвали скорую, скорая приехала, сделала ЭКГ, отвезли меня в больницу, я сдала анализы, показатели вроде ничего. Вот, потом мне назначили обследование, я походила по врачам, врачи ничего не нашли, и так я лечилась месяца три, точнее, искала причины, потому что были очень сильные головные боли. И мне помогло море, я слетала на море, отдохнула, приехала, и вроде как бы все, это была единственная ситуация. А вы когда вернулись с моря, что-то в работе изменилось у вас? В работе? Да, я ее поменяла. Ну, вот это я и пытался услышать. Так, теперь останавливаемся, все становится на свои места. Наши студенты сегодня наверняка слушают этот кейс, и поскольку они очень такое плотное обучение у нас проходят, наверняка они уже поняли, о чем идет речь. Я попробую вам объяснить. Значит, я не просто так задавал вам все эти вопросы, и не просто так я спросил, были ли подобные ситуации. И очень хорошо, вот как у нас сейчас это все дело иллюстрируется. Несколько лет назад у вас уже было тревожное состояние, реактивное, в которое вы попадаете, как правило, когда вас загоняют в угол. Какая-то метафора угла безвыходности, несвободы. Что-то произошло тогда на той работе, где вы почувствовали это ощущение. Оно у вас вот так вот специфически копится-копится, а потом так выходит. И вас это отпустило не потому, что вы на море съездили, но и это тоже, а потому, что вы работу поменяли. И вы убрали тот самый стрессогенный фактор. Слышно меня? Да, да, слышно, это у меня включилось. Вот этот стрессогенный фактор был убран. Поэтому первое, чем нужно будет вам, Зарина, заняться, это вспомнить, что это были за обстоятельства тогда на работе, которые привели вас к такому ощущению беспомощности, тупика, безвыходности. Все, что там могло привести вас на работе к этому состоянию. Потому что то, что это прошло после смены работы, это подтверждает. Когда у человека неврологическая или еще какая-то симптоматика в другом патогенезе, то от перемены работы это не меняется. Либо когда личность настолько специфичная, что куда бы он ни пошел работать, у него везде будет одно и то же повторяться. Поэтому здесь гипотеза, скорее всего, доказана, относительно, да, потому что если бы это было не так, это бы у вас продолжалось бы дальше, 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 дальше и дальше. Затем была какая-то пауза, да, сколько лет, и потом родился второй ребенок. Да, получается. Сколько паузы было? Пауза была, можно сосчитать, в пять лет. Пять лет примерно. Вот вам, значит, еще раз напомню, первое задание. Вспомнить, что это были за обстоятельства на той работе, когда это у вас произошло. Это понятно? Да. Супер. Второе. Переходим к последнему эпизоду. То, что это случилось, когда малышке было полгода. С одной стороны, можно притянуть за постродовую депрессию или постродовое тревожное состояние, плюс отягченное ковидом или постковидом. Но вы сказали такие несколько важных слов. Я, я сейчас даже прочитаю. Я не могла выйти и никуда пойти. Да. У меня это бывает вечером дома, в машине, за рулем. Все это опять про метафору тупика. Все это опять про метафору безвыходности, несамостоятельности, некого ощущения в клетке запертой женщины, которая чувствует свою нереализацию, которая чувствует какую-то свою вот такую закрытость, что ли. И нет, и причем не может это изменить. Если с работы вы это смогли изменить, да, перепоменять место работы, то то, во что вы влетели после рождения второго ребенка, скорее всего, даже нет, Зарин, я бы так сказал. У вас это, скорее всего, началось до рождения второго ребенка. Вот это ощущение закрытости, нереализации. А второй, когда родился второй ребенок, все вот эти вот дополнительные, так сказать, нагрузки еще больше схлопнулись в метафору безвыходности, тупика, нереализованности. И у вас по привычным маршрутам пошли все те же самые симптомы. Но вы не можете сейчас уволиться, поехать в Сочи и разрешить эту ситуацию. Поэтому второе, то, что вам надо делать, это понять, что произошло в метафоре безвыходности, тупика и такой беззащитности до рождения ребенка. Как рождение ребенка все это усугубило. И последний вопрос, с которым нужно сейчас ответить. Что вы по этому поводу думаете и как сегодня выглядит эта метафора тупика? Метафора тупика. На сегодняшний день я еще в тупике, в декретном отпуске. И да, и пока что у меня нет представления даже о предстоящей моей работе, будущей, куда я выйду, что буду делать дальше. Да, у меня огромное чувство тупика на сегодняшний момент. А скажите, пожалуйста, почему вам так свойственно паниковать в этих ситуациях, когда вы безвыходности или в тупике? И это связано с нереализацией или это связано просто с непонятным будущим? С непонятным будущим. Мне кажется, неопределенность для меня хуже всего, если честно. Казалось бы, вы мама двоих детей и жена. У вас прекрасная семья. Почему для вас семья не является метафором безопасности? Или это вопрос не самореализации? Мне кажется, все вместе. Поэтому третье задание. Подумайте о настоящем. Что случилось? Что это за метафора нереализованности? Потому что все ваши симптомы дома, в машине. Знаете, вот смотри, Зарин, машина и за рулем, пробки, вот это все туда. Это вот если у вас это состояние возникает в пробках, за рулем, в машине, это значит, это и есть метафора тупика, когда вы не можете выйти. То есть вы сейчас находитесь в какой-то психологической ситуации, из которой не можете выйти. Вам надо подумать, в чем вы видите сейчас, в каких обстоятельствах безвыходность. Это материнство, это декрет, это брак, это отсутствие работы, саморазвитие. То есть посмотреть на эти вещи нужно будет по-новому и найти выходы. Когда вы найдете выходы из всех вот этих психологических обстоятельств, в которые вы попали, у вас уйдут опять же симптомы так, как они ушли у вас, когда вы уволились после первого эпизода. Примерно понятно, куда смотрим? Да, я поняла. Что думаем по этому поводу? Что думаем, обязательно попробую найти выходы и поискать вообще, да, свои тупики. Я вам порекомендовал бы с супругом обсудить это. Прямо все, как вы живете. В особо ваш образ жизни, вашу нагрузку, вашу самореализацию, чтобы вы были и мама, и женщина. И мама, и развивающаяся женщина. И жена, и девушка, да, чтобы у вас были и подруги, и друзья, и хобби, и какое-то саморазвитие. И в то же время мама, дом, быт. Вот нужно будет механически вам найти вот эти варианты для того, чтобы вы почувствовали себя свободной, для того, чтобы вы почувствовали себя не закрытой дома, в безысходности, с пеленками, да, и с детьми, а чтобы вы могли самореализовываться в разных сферах. И тогда ваша тревожность уйдет. Я поняла. Что думаем по поводу первого эпизода на работе? Почему вы могли тогда там этим заболеть? Есть какие-то мысли вслух? Да, есть. Я много раз вспоминала эту ситуацию. Мама, почему она надела? Одну секундочку. Мама, почему она надела? Там была проблема в том, что, опять же таки, это случилось в преддверии того, что... Аминь, подожди, я разговариваю пальчиками. Значит, там, простите, там была ситуация в преддверии сокращения, я чувствовала, что что-то будет не то, по итогу все вроде сложилось. Так, стоп, я понял. Тогда вопрос. Вы что, чувствуете, что вас могут сократить? Да, уверенности в себе никогда нет. А теперь последний вопрос. Представь себе, что у меня есть волшебная палочка. Мне наши выпускники подарили волшебную палочку на выпускном. Представь себе, что мы можем махнуть волшебной палочкой, я скажу, Зарина, пожелай все, что угодно, чтобы от тебя было больше уверенности. Что бы вы пожелали? Три вещи, которые вы бы пожелали себе, чтобы вы стали более уверенной и не было метафорой беззащитности. Ну, я бы хотела... Я бы хотела стать, наверное, успешной в своей деятельности. Это основное, чего мне очень не хватает. Если бы вы стали успешной и независимой в своей деятельности, вы были бы в такой тревожности? Мне кажется, нет. Значит, идите, станете успешной мамой, женой и девушкой. Да. Ну и надо поменять свое отношение. Не так остро смотреть на то, что у вас якобы нет какого-то успеха. Вы говорите, я должна быть на очень сильном успехе или достичь таких-то результатов, тогда у меня не будет тревожности. Но на самом деле было бы неплохо еще поменять в процессе этого достижения такое острое отношение к этому. Ну и придется поменять именно образ жизни. Потому что, видимо, когда вы чувствуете, что вас могут сократить, когда вы чувствуете свою беззащитность, когда вы чувствуете свою зависимость, когда вы чувствуете, что вы сами не распоряжаетесь ситуацией, у вас поднимается тревога и начинаются подобные симптомы. Примерно понятно? Абсолютно, да. Заметьте, прошло 15 минут всего. Спасибо. Я обещал, что вас надолго не задержу. Спасибо. Да, фокусник. Спасибо, Алексей. Очень приятно. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. До свидания. Ну что же, небольшой комментарий. Как видите, нам потребовалось примерно 15-20 минут. На самом деле это не так сложно. Давайте немножко прокомментирую. Потом перемотайте, последите за вопросами, которые я задавал. Особенно касается наших студентов, наших абитуриентов, потому что это очень важно. Действительно, очень часто тревожное расстройство возникает у женщин, да и у мужчин, когда они попадают в ситуацию, в которой они интерпретируют это как безвыходность или ловушка. Вот Зарина рассказывала нам о том, что много лет назад она уже была в подобной симптоматической ситуации, когда она попала в ситуацию, что ее могут сократить, ее тревога поднялась, неуверенность поднялась, и когда она уволилась с работы, эта ситуация сама по себе редуцировала, симптом пропал. Но, видимо, до рождения второго ребенка опять что-то случилось, где она стала чувствовать себя не очень защищенной, начала чувствовать себя немножко зависимой, и после рождения второго ребенка все это окончательно, да, схлопывается. Спасибо вам всем за сегодняшний кейс, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было понятно. Спасибо, спасибо, и до новых встреч. До свидания.